Книга «Волшебник», умеющий небыль в быль превратить и в основу основ. Со сказок, которые нам в младенчестве читают мамочки, начинается первое знакомство с книгой. И на протяжении всей жизни печатные страницы делятся с нами премудростями всех миров, как сказочного, так и реального. В чудеса начинаем верить еще с детства, а волшебство оживает именно в книгах. Ребенок только по книгам узнает, о мире животных, об окружающей среде, о растениях. А когда ребенок очень много читает книг и входит в страну сказок, это вообще прекрасно. Благодаря книгам ребенок учится читать. Я призываю всех, читайте книги. Это очень полезно и очень важно в нашей жизни и в жизни ребенка. Вот и не странно, что существует даже Международный день детской книги. Этот праздник весь мир отмечает 2 апреля, начиная с 1967 года, по инициативе и решению Международного совета по детской книге. Дата празднования совпадает с днем рождения великого сказочника из Дании Ганса Кристиана Андерсона. Сказки Андерсона любят и взрослые, и дети. Читая произведения Ганса Кристиана, можно только восхищаться, как он мог так писать сказки, что каждая из них актуальна до сих пор и не сходит с уст. В Международный день детской книги организаторы мероприятия с особым энтузиазмом подчеркивают, что необходимо с малых лет читать хорошие книги. Они пропагандируют непереходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Что же любят читать детки? Курочка. Курочка-ряба, да? Бабушка читает про Украиночку и ее бабушка. Про китала. Про китала, да. Мои стыни чудес! Надо сказать, что детская литература появилась сравнительно недавно. До середины 17 века детям в основном рассказывали сказки устно. Или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В 18 веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как Робинтон Крузо, Даниэля Дефо и «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта. Не менее популярными были сборники восточных сказок. И только в 19 веке они смогли читать специально для них написанные произведения. В частности, это сказки братьев Гримм и Ганса Кристиана Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги. В настоящее время детская литература – это целое отдельное направление в литературе. В день детской книги детским писателям и художникам присуждается главная и самая престижная в данной литературной области награда. Это международная премия имени Андерсена. Лауреатам вручает золотую медаль с профилем великого сказочника.